всем привет с вами транзицы мы продолжаем играть сноураннер в этой серии у нас будет обзор мода tatrapan 6 на 6 это скаут мощность масса с надежность а плюс расход топлива c минус емкость бака 460 литров тип подвески серийные тип шин вездеходные 54 полный привод постоянный дифференциал есть так он выглядит в реальности славацкий бронеавтомобиль tatrapan славацкий бронеавтомобиль tatrapan разработан фирмой psd там длинные названия по словаски я не выговорю на базе чешского автомобиля повышенной проходимости т 815 tatra с колесной формула 6 на 6 длина машины 84 метра ширина 2,5 метра высота 2 и 7 максимально боевая масса 21 тонна базовый вариант tatrapan t1 используется в качестве бтр он имеет экипаж из двух человек и вмещает в себя 10 полностью экипированных пехотинцев в экстренных ситуациях может вместить 12 военнослужащих бронято tatrapan обеспечивает всестороннюю защиту экипажу от пуль калибра 7.62 на крыше базовой версии автомобиль установлен ручной пулемет калибром 7.62 кроме того в кормовой части устанавливается дополнительно зенитный пулемет калибром 12.7 или 40 миллиметровый автоматической автоматическим гранатометом машина сначена дизельным 19 литровым турботюрбированным с воздушным охлаждением двигателем tatra t3 930 51 мощностью 355 лошадиных сил максимальная скорость движения по шоссе 120 км в час запас топлива 460 литров запас хода по топливу 850 километров tatrapan оборудованная система автоматического пожаротушения автомобиль имеет полный привод на все колеса управляемыми управляемыми являются передняя пара колес он имеет центральную систему подкачки шин которые может работать на ходу первый прототип брони автомобиля tatrapan был изготовлен в 1994 году в период до 2009 года было выпущено около 50 машин в различных модификациях что посмотрим что он там какие у нее есть при блуде приспособления так значит первый у нас двигатель идет как раз штатный про который я так что зачитал стандартный 19 литровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением есть еще второй более мощный двигатель немецкого происхождения который нам повышает массу и мощность становится нас на с плюс давайте поставим его коробка передач и стандартная содержит 5 передач вперед повышенную и пониженную а есть улучшенная коробка передач содержит 5 передач вперед повышенную и три пониженных давайте ее поставим подвеска серийная обычная подвеска без особых преимуществ шины начнется есть три типа шин вездеходные который начнут нас имеют характеристики на трассе отлично на бездорожье отлично в грязи средняя потом внедорожные комплект специальных шин для езды в сложных условиях при этом с неплохими характеристиками на трассе на трассе хорошо на бездорожье отлично в грязи хорошо есть с цепями комплект специальных шин с цепями для езды по льду характеристики колес на трассе 6 хорошо на бездорожье отлично в грязи хорошо на льду отлично давайте поставим с вами вот эти внедорожные лебедка, серийная легкая, удлиненная легкая, лучшая легкая, автономная легкая и мощная легкая, ну мы поставим с вами автономную, мало ли чем, дифференциал, подключаемый шнурки, у нас есть короткий с круглой насадкой, это вот этот вот, есть длинный из кованого металла, такой вот, я даже не знаю какой лучше-то, длинные шнурки из кованого листового металла, защищает двигатель от попадания воды при форсировании болот или мелких рек, давайте его поставим, ой, черт убери, что такое, это был установлен, не понял я, вот теперь вот так, значит, модуль кузова, есть отвал вот такой спереди, есть отвал усиленный, есть верхний багажник, багажник на крыше с припасами, топливом и инструментами для повышения автономности вдали от цилизации, значит, детали для ремонта 150, запасное колесо одно, топливный бак 120, ну давайте его поставим, разное, значит, у нас есть какой-то радар, я знаю, что он дает, давайте его поставим, крыша кабины, круглые стояночные огни, двойной высокий маячок, парный клаксон, наружный клаксон, ага, ну можно сделать так, вот так, ага, понятно, либо то, либо это, ну возьмем мингалки, передняя сторона защиты кабины можно сделать, я не знаю, стоит ли ее ставить, и четыре вида дисков, на мой взгляд вроде одинаковые, цветовая гамма, трехцветные как-то не очень, мне кажется, так сделали их, ну это мое мнение, это вообще отличный цвет, сейчас ставим штатный вот этот, декор, ну здесь немного, коренометр, МК-2 модовский, так, сангавайка, аксессуары, аксессуары все стандартные, поставим ему кости, и так, ну что, посмотрим на это чудо техники, как всегда ночь, вот такой вот он, внешне выглядящий, так он внешне выглядит, такой вот БТР, с антенками, водитель, смотри, теперь салон, салон такой, здесь даже есть спальное место, гудочек, ух, вот такой звук двигателя, вот смотрите, радар крутится, прикольно, классно сделано, вообще супер, ну что, поехали, протестим, полный привод включен, интересно, будет ли ехать и карту открывать, ух, как он с места сорвался, у нас там модули, что там вообще у нас нет, есть что-нибудь, надо выключить маячки, заправить, ремонт, заглушить, я думал, мало ли там, просканировать местность, можно было бы добавить, но это было бы, конечно, вообще круто, довольно-таки резво разгоняется, куда я там влетел, в стол влетел, ну все, побили машину, надо ГАИ взывать, по грязи, за что меня все в столб, в столбам-то тянет, а? м-м-м-м-м! У меня где-то ревет Проверим его в воде Гаж здесь не глубоко Воды прошли вообще без проблем Там конечно мы утонем В любом случае Продолжение следует... Еще одно испытание Вводное Здесь что-то он как-то застрял Давайте попробуем Подключим диф Если Гаша что-нибудь даст Нет, ничего не дает Засели слегка У нас же есть лебедка Она всегда поможет Да, 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 да когда я заехал слышно у меня спидометра почти 60 не почти, а 60 нормально тормози, тормози сюда хорошие попробуем перебраться на ту сторону как вы думаете застряли масса наверно слишком тяжелая просто проваливается вот Давай-давай. Ну и что-то кот не туда приехал, кот в камни, ближе к камням. Засел, вот зараза. Там, наверное, на камнях повис. Давай. 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 Давай-давай. Ну, конечно, не без помощи лебедки, то есть с помощью лебедки он пробирается все-таки в этих водоемах, ну, как разочек глубоко, ну, не спустится так глубоко, чтобы вода попала в двигатель. Ну, вот такой вот скаут. Если вам понравился обзор, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте под видео комментарии, с вами был Теразитас, увидимся в следующей серии, всем пока и до новых встреч, в новом видео, пока-пока.